Русские перцы Здесь шутки жгут без передышки Русские перцы И звёзды бегают в припрыжку Русские перцы Реально здесь подарки дарят Будь с нами и весь день в ударе Доброе утро Привет, доброе утро Рады тебя видеть, рады, что ты определился Они сказались по тебе Рады, что ты определился с джинсовочкой Да, я не знал, в чём же мне выйти Слушайте, во-первых, я всех поздравляю с потрясающим понедельником Потому что на улице солнце Не знаю, как во всех городах, но в Москве так И понедельник, кажется, будет бывать прекрасным Во-вторых, это последний понедельник этого лета Так получается Ну не говори так об этом печали Но поскольку лето, мне кажется, немножко взяла тайм-аут Мне кажется, как это, бабье лето Бабье лето, да Бабье лето, как минимум, будет и в сентябре, и в октябре Что ты не успел сделать этим летом В связи с холодной московской погодой А вот фотографию выкладывал На руках с двумя сыновьями Значит, Денис отдыхал Да, я в связи с этим уехал на несколько Ну как, ну, слушайте, что делают летом люди Ну, иногда они уезжают куда-то Я вообще на гастролях периодически Вот, а так я прям вырвался на Почти на, ну, не на 10 Я улетал, я взял пацанов в охапку Уехал к бабушке в Болгарию К маме, к своей И мама была безумно счастлива Провела эти 9 практически классных дней Вместе в мужской нашей Таком-нибудь с мужским десантом И за что мы ей безумно благодарны Скажи, а вы когда приезжаете вот к маме Трое пацанов разного возраста Все со своим характером Да Вы абуза или вы наоборот помощники? У нас есть, у нас есть главный У нас, у меня же мама дочка военного Поэтому у нас как в армии все Там, ну, там небольшая квартира Вот, поскольку мама там достаточно Ну, у нее все понятно, где что, что, где лежит Кто из вас на полу спит, признавайся На полу никто не спит У каждого покоечки выделены Вот, но Там, значит, Даня Даня в носках сюда нельзя Это про пылесосить Это про вытрусить Здесь пыль Ну, по-хорошему, я ее прекрасно понимаю Нет, но у нас притирка была буквально день-два Максимум Я тоже так не привык, что командует Ну, хотя, с другой стороны, конечно, невероятный кайф Когда мамочка рядом И вот это вот сыночек Ну, давай покушай еще Так, иди поспи Ну, рядом с родителями мы все равно иногда чувствуем себя детьми Вообще, я прям почувствовал себя ребенком опять Да ты же наш маленький сладкий Да маленький такой я, да Мам, сыночек Ну, ты там Ты проснулся, ты покушал Вот это вот чудесно Господи, дай бог, чтобы это было Вот щебет, да Да, как минимум еще лет 50 Давай 60 Давай 60 Давай 60 А ты не с пустыми руками пришел Слушайте, да, но что-то ты опять все-таки не рад Ты меня Нет, ну как это Ну, давай, сейчас подожди Подожди, давай так А ты не сплыл А, нет, ты еще не слышал Ты еще не слышал Согласен Тогда, конечно Я тебе открою секрет Сразу Вот как только у тебя появилось это все на Фейсбуке Сразу Сразу? Ну, ты же знаешь, конечно А, ну ты поэтому Ты с таким настроением Я понял Да, я пришел не с пустыми руками И, конечно же, буквально несколько дней назад состоялась премьера моей новой песни Это называется «Как ты была красива» Мне кажется, такой собирательный образ музыкальный Больше, конечно, к 90-м по ощущению Ну и вообще, в принципе, такой рассказ о юности, которая была когда-то Ну, как видите, не покидает мое сердце И самое главное, сердце слушателя Глядя на тебя, на человека, который практически не изменился, на мой взгляд, за последние годы А может быть даже и к лучшему Та же история, как я могу сказать Мы с тобой давно знакомы Мы эти, мы Бенджамин и Баттон Да, мы с тобой друг на друга давно смотрим уже на русском радио Пора переходить, смотреть друг на друга где-то в других помещениях Так вот, глядя на тебя, я понимаю, что твои возгласы по поводу уходящего времени Ну, они такие слегка кокетливые Да нет, я не слушаю, наоборот, не то что уходящего Это же классно, любая пора прекрасна Детство волшебно, юность замечательная А как ты реагируешь, когда какие-нибудь юные блогеры лет 28 женского пола Ахует-охует в инстаграмах Ах, мне скоро 30 Вот что бы ты с высоты своих лет мог бы им сказать? Я сказал, девчонки, жизнь начинается после 40 Слушай, все, кто этот рубеж преодолевает После 40 начинается жизнь У меня есть один товарищ, да Он такой, у него много девушек Ну, он такой, в принципе, моего возраста И вот у него девушка одна И у нее как раз сейчас исполнилось 25 недавно Она говорит, господи, мне уже 25, что же будет? Он говорит, послушай, ты третья девушка в моей жизни, которая уже исполнилась 25 при мне Поэтому не переживай, все только начинается Мы песню твою послушаем попозже или сейчас сразу? Конечно, давайте попозже Давайте, да, заинтригуем Как скажешь И, кстати, я попросил у себя в инстаграме Сейчас хочу попросить всех слушателей Русского радио Друзья, если песню вы слышали, не слышали Я уверен, что вы ее услышите и вам захочет танцевать Снимите себя в этот момент, когда вы подпеваете припев на видео Выложите себя в сторис, отметьте меня и Русское радио Я потом обязательно зайду, полайкаю вас А особенно таких горячих танцев, конечно же, репостну к себе Друзья, у нас в гостях Денис Клявер Мы продолжаем, заинтриговали слушателей новой песней Дениса Которую послушаем через несколько минут Денис, мы обещали нашим слушателям рассказать Глядя на тебя, ты постоянно приходишь к нам в великолепной физической форме Сегодня тоже захватил, кстати У тебя последний прием пищи, во сколько? Во сколько? Да Ну, у меня, нет, у меня может быть там до, ну я ложусь где-то в 12 час В зависимости от того, как я провел эмоциональный день Если я, конечно, не сильно что делал, ну, грубо говоря, в разъездах только на автомобиле Если не было зала, то это вообще практически может ничего Я спрошу по-другому, у тебя живот когда-нибудь был? Был, ну у меня же трое детей, послушай Я в хорошем смысле это слово А какая связь между животом Дениса Клявера и детьми? Когда дети рождаются, родители, как правило, они же, понятно, что просто не до себя, не до чего Я к чему этот вопрос-то спросила? А, то есть ты к тому, что ты много тогда ел Ты такой от природы стройный? Или ты просто очень себя... Я просто поймался на мысли, да Ну, во-первых, я, слушайте, я выхожу на сцену Я, честно, вот этот, знаешь, метросексуализм, когда, знаешь, люди там, вот это все Вот не мое, но поскольку я артист, ну надо же выходить на сцену Людям должно быть приятно не только меня слушать, но и видеть Но это уважение к своей публике Уважение, безусловно В каком-то смысле? Но я не буду тут лукавить, мне нравится, как я выгляжу И, в принципе, как бы помазать морду лица, как говорил мой папа, кремом раз там в день Ничего зазорного в этом не вижу Я, спасибо, Гальчик, кстати, был комплимент Я сейчас как будто я его поймал Я думаю, настолько ты уже искушен в этих женских комплиментах Не-не-не-не, я все Я еще с такой красивой супругой, конечно Ну, я думаю, ну все равно скажу Нет, спасибо, дорогая Слушайте, вообще все очень просто Если вы не хотите много ходить в зал, меньше ешьте Вот и все Так просто звучит, но так сложно реализовать Я, послушайте, я с 15 лет в зале Конечно, у меня там раскрученный метаболизм Понятно, потому что, во-первых, благодаря, кстати Качалке, именно железу Я там в 15 лет совершенно бессознательно В возрасте, по сути, да Ты же не... Особенно в советское время Никто вообще не парился под тему, что съесть Куда, чего оно ляжет На что оно отреагирует И как оно потом в будущем скажется Но просто когда я начал заниматься Я понял, что для того, чтобы мышцы росли Нужно принимать, видимо, какую-то здоровую пищу И чипсы, типа, сильно не заходят на эту Вот И вот так вот от любви к себе Отражению в зеркале Пришел к здоровой образу жизни И я вот для меня как раз Самая вкусная еда, это натуральная Ну, там, я не знаю, вареная курочка Не знаю, даже И там, жареная практически не люблю Но я могу себе позволить что-то поесть Но на следующий день это будет разгрузочный день По сути, можно делать все в этой жизни Друзья, главное чередовать И железная воля еще должна быть Это просто привычка Вы потом... На самом деле, человек привыкает ко всему В течение двух месяцев Вот реально два месяца выдержать Вне зависимости от того, я не знаю Бросить курить Ну, поэтому мы и привыкли есть тортики Два месяца Я не могу есть сладкое, долгое, вообще не сластеное Ну, вот, а девчонки... Ну, девчонки... Вот я тебя тоже понимаю Я тоже торты не очень Понимаете, у нас как-то... Я больше пирожные Мы... Да, мы как-то все списываем, знаете Там, на некую гормональную систему и так далее Иногда вот прям хочется Слушайте, мне кажется, это ваша физиологическая подребность И никто... Не надо тут спорить Просто вам, конечно, безусловно, сложнее Зато нам татуировки больнее делать Потому что у вас 9 раз порог в семье Это к вопросу, что хуже Каждый день бриться или один раз родить? Ну, вот это... На этой теме мы... На этой теме мы давайте послушаем песню Дениса Клевера Нет, подожди, нет, нет А, еще интригует? Да нет, давайте послушаем Только тогда ты как-то там... Представь, я уж на себе... На Леху уже понятно, что у нее сахар упал И все бесполезно разговаривает Надежды никакой нет Галюш, давай, дорогая Песня называется «Как ты была красива» Я вижу, у меня написано И это не сравнение А это воспоминание Я знаю, все, молчу Итак, не песня, а воспоминания Не песня, а райский мед Да? Да Ты смотри как Не песня, а мужские объятия Не песня, а ласковый взор Ласковый май, я думаю, сейчас ты услышишь И поймешь, что это тоже... Нектар нам в уши Примеры на русском радио, друзья Давайте Денис Клявер Как ты была красива Как ты была красива И отражалась синим Небо в бездонно синих В твоих глазах Небо в бездонно синих В твоих глазах Небо в бездонно синих Понасторгировали? Да Ох, отлично Вскажи честно Долго репетировал вот этот вот низкий голос бархатистый Нет, лучше как было Как ты была красива Просто неотразима Помню, как... Как ты же глазки подручила Я просто, знаешь, если бы я не на рабочем месте Ух, ух, ух Я бы сейчас с утра зашлась Лёха, а ты что? Сейчас, Лёха, я жду, когда Галя попадет под твои чары И ты начнешь рассказывать про клип Нет, мы прервемся на три минуты Я вспомню, что я все-таки на рабочем месте Мы прервемся, а потом продолжим наш разговор с Денисом Клявером Галь, ну, ты же понимаешь, флирт флиртом Но работать же нужно Да, тогда я вспомню о своих рабочих обязанностях Здравствуйте, Денис Денис Клявер сегодня в гостях на Русском Радио Здравствуйте, Денис Здравствуйте, Галь, здравствуйте, Алексей Здравствуйте, все слушатели Русского Радио Дорогой Денис Дорогая Галина Во-первых, огромное спасибо вам за ваше творчество От лица всех слушателей Русского Радио Спасибо, мне это искренне приятно Ваша песня как-то была красива Которую мы послушали 3 минуты 45 секунд назад Просто великолепно Спасибо, Галина Смотрите А вот, кстати, Денис А если серьезно, расскажите Слышишь, мне вот не очень комфортно роль такой Не надо, не надо Ну, во-первых, я, конечно, очень-очень жду отзывов Слушателей Русского Радио по этой песне Так как Даже что тут говорить Потому что, безусловно, это самое главное Для чего, в принципе, все это делается и пишется А ты можешь сравнить каждую песню как, ну, ребенка? Ну, то есть как рождение ребенка Ну, с одной стороны, да С другой стороны, песня это эмоции Бывают и люди Вот сейчас вышла эта песня Практически там Я понял, что мне Я хотел очень передать вот эту атмосферу Юности, романтизма Вне зависимости от возраста Ну, понятно, что это такой больше отсыл к 90-м Чтобы людей погрузить как некая машина времени Вот Но кто-то написал Там Мое честное мнение Все равно песня «Когда ты станешь большим» У меня на первом месте Ну, это даже не обсуждается И, наверное, странно сравнивать песни Потому что, если говорить про песню «Когда ты станешь большим» Мне кажется, это вообще, наверное, главная песня сегодняшнего дня Ну, там еще, понимаешь, Денис Там еще клип очень сильно зацепил «Когда ты станешь большим» А что, можешь сказать про свеженькую песню? Там-то идет работа? Да, конечно Идет, мягко говоря, кипит Мы с Сашей, с Александром Игудином С моим другом И с моим прекрасным соавтором и другом Рамилем Касимовым Мы написали как раз сценарий Саша сейчас режиссирует Мы снимали Мы уже два дня снимали в Питере Как раз для того, чтобы погрузить максимально И донести вот этот, может, смысл Который заложен в песне Понятно, что в песне не так много слов А визуально можно все это максимально усилить Денис, чего вы будете удивлять? Слушайте, ну я надеюсь, что получится То, что мы задумали Состояние машины времени Чтобы каждый человек, увидев этот клип Мог вспомнить себя И на этом месте Ощутить, наверное, ту атмосферу Девяностых, которая была Но это, конечно, будет никакой не кич Это, поскольку я все-таки такой романтичный герой Степ будет присутствовать Но больше это будет именно такая атмосферность Которая должна всех вот как бы Погрузить в это состояние У тебя уже самого с чем, в первую очередь, ассоциируется это время? У меня, естественно, с любовью, конечно А с чем еще? Я вообще такой чувак романтично-плутоничный Романтично-плутоничный И влюблялся с самого, по-моему, детского садика Вплоть до, помню, до музыкального училища У меня такая была любовь всегда безответная Да, ну конечно Романтик-суицидник Клянусь тебе Романтик-суицидник Ну пострадать Есть люди, которые мужчины, которые любят пострадать Не то, что я Да, нет Но я помню, очень хорошо поехал в пиаревский лагерь Лет в 13 Так уже так чуть-чуть подрацвел вроде бы Или в 14 У меня гитара была там В общем, девчонки в меня влюбились Ну, я влюбился в ту Девчонки, да Я влюбился в ту, которой я был совершенно неинтересен Вот, очень была смешная история Я не забуду Я помню, родители мои приехали Раньше меня забрать со смены А что, у меня жизнь не удалась Все, романтики нет Любви, взаимности нет Я там все, уезжаю И вдруг, значит, меня встречает уже у ворот Я с чемоданами Родители с чемоданами Девочка говорит Денис, стой там Я не буду называть имя Она плачет, потому что ты уезжаешь Господи, я все Мама, папа, я не еду К черту чемодан Родители должны Они сказали, ну ладно Хорошо И уехали Я прибегаю Значит, действительно сидит девочка В которой был влюблен Плачет на кровати Я ее обнимаю Говорю, дорогая, не плачь Я никуда не уезжаю Она так плачет, плачет Плачет, все Потом перестала плакать Ну и как-то тоже сильно В общем, так последние пять дней прошли Никаких-то отношений не сдвинулись с места Вот Ну и так я уехал безответно Но через лет десять Мы когда встречались с друзьями Из пляжского лагеря Что-то слово за слово Я там подруге говорю Вот она говорит Так она аж плакала из-за того, что там Другой мальчик, к которому она была влюблена Руку сломал Я такой Я аж прокрасел Идиотское состояние Я сидит, человек обнимает И говорит Я никуда не уезжаю Перестань И она думает Господи, придурок Быстрее Он от меня плакал Она еще ничего сказать не может Просто на самом деле переживает Она ей как-то неудобно У нее Одновременно она переживает Потому что мальчик Который он у нас тамал руку Еще тут вот этот Денис, а у тебя вообще Ты склонен романтизировать Какие-то Отношения Отношения События, которые происходили в твоей жизни Вот, например До того момента, когда ты стал артистом Ты наверняка думал, что Вау Это так классно выступать А впоследствии Ты столкнулся Ну, во-первых С плотным гастрольным графиком Во-вторых С фанатками Которые тебя Сто процентов преследовали Да и ты знаешь Насколько я занимаюсь Вот этим Своим любимым Это как По сути это хобби Какая-то работа Да, когда говорят Это счастье Когда ты пишешь песни И они нравятся не только тебе Ну и так вот Миллионам Как уж показывает практика Ты можешь Какую-то свою даже Позицию Свои мысли Донести То, что тебе То, с чем ты может Не согласен По сути Я имею в виду С точки зрения творчества Это тоже важно У меня никогда Не было Разочарования Никаких Ну, они может Были в начале Но поскольку Тогда мне было 20 лет Я помню Со Стаси Когда начинали Тестостерон кипел Тем более Нас было двое Нам было легче Идти на амбразуру Вот И по сути Там лет 5-6 Понадобилось Правда Для того, чтобы Пробить эту всю историю Тогда ведь было сложнее Тогда не было интернета Вот в таком объеме Везде Везде есть свои сложности Ты знаешь Ну, сегодня есть интернет Но невероятная Как бы Ну, забитости Эфира Огромное количество Творческих людей Талантливых Безусловно И Твоя задача Найти вот ту лазейку Как выделиться Как что Сделать так Чтобы тебя максимально услышали Но получается И это круто Денис Клявер у нас в гостях Продолжим через несколько минут Спасибо Ты помнишь Самую-самую Вот Сколько ты говоришь 20 Там 21 тебе было Когда вы начинали со Стасом 20 Нет Когда мы начинали со Стасом Мне вообще было 18 Самая первая крупная сумма То есть Тебе снесло голову Или ты ее родителям отдал Это же очень смешно Ну родители Слава богу У меня На тот момент Уже папа Более чем был Как бы Обеспеченный Не Ну конечно Я какие-то подарки купил Но мы Со Стасиком В 95-м году На конкурсе Ялта Москва Транзит Заняли первое место Вот И там было два приза Которые мы кстати получили Нам еще Саша Ревзин Александр Ревзин Александр Давыдович Ревзин Человек который придумал Кстати название Чай вдвоем Он по сути был нашим Как бы и первым продюсером Сказал Вы можете Не получить ни одного места Но ваша задача Получить призывительских симпатий То есть если вы получите Призывительских симпатий Считайте что у вас есть Какие-то шансы А дальше А какая песня была тогда? Слушай Там никаких песен не было Там же это был Конкурс исполнителей Вот Ну мы там пели Камера что ли? Ну Камера там три дня Там типа Российский шлягер Иностранные шлягеры Своя песня Вот И мы тогда сделали Переделали песню группы цветов Которую я кстати вообще не слышал Никогда на тот момент К своему стыду Мы вам честно сказать хотим Мы вам честно Это Игорь Корнедай На девчонок мы больше не глядим Хорошая фраза Вот Да Но как-то она тогда вообще Народ не отреагировал Хайпа в ней не было Вот почему-то На тот период Ну 95-й год Да Вот Хотя два парня Это могло бы уже вызвать Какие-то сомнения И как раз Игорь Корнелюк Нам предложил Говорит Слушайте хорошая песня Давайте может вы ее споете На конкурсе И вот мы исполнили У нас было два приза Значит два приза Первый Мы заняли первое место 3000 долларов На всякий случай О-о-о Официальный приз 95-й год Да И второй приз Приз дельских симпатий Тоже 3000 долларов В общем Два чувака Два питерских Мне там типа 20 Стасику 24 У нас в конверте По 3000 баксов У каждого Еще в поле ветер В попе дым Как говорится Никаких ни обязанностей Ни семей Ничего нету Ни детей нету И мы как в этих фильмах I feel good Ла-ла-ла-ла-ла Мы с ним с утра Созваниваемся Я говорю Ну что В ДЛТ В ДЛТ Пара-ра-ра Это питерский Большой И там какие-то Я помню Panasonic 3DO Такой первая Приставка была Значит Которая Которая Это у меня было Однажды В жизни Когда у меня Деньги остались А желания закончились Реально Больше Больше такого У меня состояния Не было Единственное Что я успел Купить Я помню Музыкальные Клавиши Какие-то На которых Мы потом Дальше писали Альбом Вот Ну В общем Это было Очень прикольное состояние Но я могу сказать так Я когда с тобой Заработал первые 100 долларов Я до этого Что-то помню Папа мне не покупал Какие-то клавиши Я на него Что-то даже обиделся Вот Хотя Как только я заработал Первые 100 долларов Я думал Я кому-нибудь отдал бы Чтобы Да сейчас Да никогда в жизни Но потом у меня прошло Это как бы Я к деньгам спокойно отношусь Вот Ну такое приятное Галик сказал Только давайте Не будем так долго разговаривать Как разговаривать Только перед этим Перед этой песней И так же Опять же Мы заболтались Ну давайте Давайте песни послушаем Потом еще немножко поболтаем Денис Клявер Сегодня в гостях На русском радио Денис открываю Одно из твоих интервью И заголовок гласит Строю дом Я мечтал Как мне будут звонить друзей И говорить Дэн Мы выезжаем Да Скажи как часто В твоей жизни Происходят такие ситуации Как реагирует на это Твоя супруга Всегда ли у вас в холодильнике Есть чем угостить друзей И есть ли большой стол За которым все усаживаются Да Стол есть Супруга есть Слава богу Потрясающе Реагирует замечательно Всегда гостеприимно У нас тут У нас в 10 минутах от дома Рыночек Я же загородный товарищ А вот круглосуточные магазины Вот поскольку я человек не пьющий А алкогольным все время дарит У меня есть погребок В котором Ну можно поселиться Людям увлекающимся Как минимум на год Потому что это просто складируется Ну я потом кому-то там Куда-то дарю Как гешефтик небольшой Всегда Не так часто К сожалению Как бы хотелось Потому что Но все равно все заняты Все работают И приглашаешь Навязываться тоже неудобно Не будешь звонить каждый день Слушайте ребят Ну приезжайте уже Ну хватит Но когда удается Это конечно Очень здорово Особенно Ну вот видишь Лето немножко подвело Хотя что оно подвело Ну не 28 Ну 20 было Слушай Слушай Ситуация бывает Что кто-то говорит Что еду Оно не к месту Например совсем Настояние нет Не знаю Ты лежишь там Или не знаю Или наоборот А Денис может сказать А ты знаешь А я не дома Сейчас Сейчас не дома Ну как Ну надо В принципе спонтанно Я вообще человек легкий На подъем И вообще в этом плане Никто не парится Ни я, ни жена Не Иришка В общем Ну едут и едут Мне кажется Так и надо жить Понимаешь Что-то планировать Ну ясно Когда у тебя Когда ты не дома Или ты там У меня студия просто дома Я еще сижу работаю С другой стороны Любое общение С близким человеком Тебя вдохновляет Немножко развивает мысли И потом еще С большим вдохновением Ты садишься за компьютер Скажи А вы же с Ирой уже Сколько лет? Десять, да? Тринадцать Тринадцать Были ли у вас Ситуации Ну вот Когда дело доходило До развода Прям Да нет До развода У нас не доходило Но за тринадцать лет Мы же растем У каждого Мы немножко меняемся Меняется характер Естественно Я объясню почему Я спрашиваю Потому что мне интересно Как ты в своей жизни Кризисы преодолеваешь Ну то есть Вот как вы в своей семье Это решили Ну поскольку мы встретились С женой моей дорогой Уже Ну как бы Не мальчишками Не девчонками У каждого была За плечами И супружеская жизнь А вот и дети И Мне кажется Что мы Понимали Кто Кто Теперь Рядом с нами И Это очень помогает ценить Бывают мелочи Люди меняются Надо уметь уважать Собственное пространство человека Потому что я такой же Она такая же Надо иногда Побыть одному Или у каждого человека Должно быть свое увлечение Но самое главное Это уважение И доверие То есть Если вот этого нет В отношениях То нет смысла их продолжать Но слава богу У нас все Понятно что Бывают какие-то притирки Бывают какие-то сомнения Ты счастлив Что уже ты в жизни В своей прошел Вот эти все перипетии Знаешь когда там Скандалы, разборки Конфликты Спасибо боже Конечно Это же такой кайф Когда Благополучно Все Эмоционально Спокойно Ну у нас Бывают бури Конечно Но у меня жена Она же Она экономная Она даже с посуду бьет То только из Икеи Потому что там Дорогой сервиз Она даже в запаре не трогает Вот Ну а как же Мы же люди В этом Да без искры жить Нет тоже смысла Огромные дорогие Очень надеюсь Что совсем скоро Она уже звучит В ротации русского радио Опять же повторюсь Что все это зависит Конечно в первую очередь От слушателей Так что друзья Поддержите Артиста И песню зажигательную Буду вам признателен Да Она называется Как ты была красива Ну если вдруг Кто только к нам присоединился Хочу сразу же ответить Мне кто-то говорит А почему она была красива Сейчас она не красива Это хороший вопрос Да Ну это логичный вопрос Я просто хочу сказать Это воспоминание И ни в коем случае Не сравнение Да Это о том Как же было все круто Когда-то Но это не значит Что все стало плохо сейчас Именно тогда В то состояние Тогда состояние В каждом возрасте Не повторимо Вообще ассоциативный ряд Честно Я тоже когда название увидела Думаю Сейчас наверное страшное стало Ты знаешь Хочется пожелать Чтобы эта песня Звучала на торжественных мероприятиях Спасибо Когда люди отмечают что-то А ты знаешь Я уже смотрю Я же слежу Как песня расходится По соцсетям Люди уже девчонки Выкладывают фотографии Уже даже со свадеб Под эту песню Это очень круто А белое платье Белое фото поючье И белое платье Конечно Слушайте Вообще Вся антология Творчества И чай вдвоем И уже сольная Вот она ушла в народ И это просто бесценно Спасибо большое Совсем скоро друзья Я уверен Что я порадую вас клипом Я очень хочется Чтобы все Что мы задумали Сложилось И конечно Презентуем все это Нару ТВ Уже совсем скоро Да у нас был в гостях Денис Клявер Спасибо тебе Приходи Еще Денис Давайте Доотдыховывайте Последние дни Перед первым сентября Спасибо Галя Корнева Алексей Сегаев Прощаемся до завтра До 7 часов утра Встречайте в эфире Сережа Макарова Пока